Девушки отдыхают Девушки отдыхают Готовить мы будем явно то блюдо, которое понравилось бы огненной собаке-повелительнице 2006 года. Что именно? Ребрышки в медовом соусе. АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаю, что торговая марка «Мерная» дарит нам с вами уникальную возможность учиться кулинарному мастерству только у профессионалов. «Мерная» лучшее в наше время. Также за поддержку я благодарю вкусного партнера программы торговую марку «Тульчин», которая специализируется на выпуске колбас и мясных продуктов наивысшего качества. Так, а теперь мы должны выяснить у повара, что же нам нужно купить. Это свинина липло, сахар, томатная паста, китайская свинина сахара, соль, кунгцу, китайская водка, китайский увесу, крахмары, форка, бумага. Щао Бок говорит прекрасно, но он целых 4 года живет уже в Киеве. Но, тем не менее, я все-таки повторю ингредиенты, хотя бы ради того, чтобы объяснить нашим уважаемым зрителям, что, чем можно заменить. Итак, ребро мы заменять ничем не будем. Свиное ребро продается на рынке. Вот так вот выглядит. Сахар, соль, семечки кунжута и крахмал, и томатная паста имеются в каждом доме. А вот дальше я хочу вам кое-что объяснить. Вот этот сладкий соус называется по-китайски не знаю как, но на самом деле это засахаренные цветы чайного дерева. Звучит очень романтично. Продается вот в такой банке в Китае. А в домашних условиях каждая хозяйка может заменить его обыкновенным жидким медом. Что касается рисовой китайской водки, знаете, она кислая. Такая вот кисловатая, похоже на бражку, может быть, не знаю. Во всяком случае, ее можно заменить сухим вином. А вот это... Вейсу китайский? Вейдзин, да, это китайская соль. Но лучше все-таки ее ничем не заменять, а купить на китайском рынке. Вейдзин, запомните. Ну что, давайте приступать. Все объяснили. Да. Нужно срезать лишний жир. Это вообще вот не будет участвовать в блюде, да? Китайцы довольно стройные люди и лишний жир не употребляют. Зачем? В китайской кухне столько всего вкусного. Даже если заказывать маленькими порциями и пробовать... Извините. Так. Да, ну в общем, здесь все понятно. Нужно с ребрышек срезать лишний жир и разрубить их вот... Ну, чтобы получились кусочки где-то по 10 сантиметров, да? Да. Что дальше? Да, еще надо варить. Наварить полчаса. Варить полчаса. Щао Бо говорит, что бросать ребра нужно в кипящую воду, не соленую. Просто в кипящую воду. И варить полчаса. Обратите внимание, что сваренные ребра нужно ополоснуть холодной водой. Я не знаю зачем, но лучше этим не пренебрегать. Да, потом сюда. Так, выкладываем в миску. Да, еще сюда. Обратите внимание, уважаемые зрители, что нужно делать. Горячие отварные ребра посыпать солью, вейтином, это вкусовая добавка, и китайской водкой или обыкновенным сухим кислым вином. Горячие ребра вот так вот перемешать и оставить на 10 минут, чтобы они промариновались. Пока ребра маринуются, в сковородку наливается растительное масло. Довольно много наливается. И ставится вот на этот адский огонь. Излишки маринада нужно слить и запанировать в крахмале, да? Это обыкновенный картофельный крахмал. Так. Щедро посыпать. Так. Обвалять в крахмале. И сейчас будем жарить. Щао Бо говорит, что ребра нужно пожарить во фритюре, но не на самом сильном огне. Оказывается, вот это, по китайским понятиям, огонь не очень сильный. А вот то, что в той печке происходит, это уже кошмар, это адский огонь. А теперь в раскаленную сковородку нужно плеснуть немного масла и добавить примерно 3 чайные ложки томатной пасты. И быстро-быстро мешать на сильном огне. Что будет дальше, сейчас увидим. Ага, а теперь выливаем мед. Мед, а в китайской кухне используются засахаренные цветы чайного дерева. Немного сахара. И такой сухой крахмал. Чуть-чуть вода. А, нет. Надо чуть-чуть вода сюда. Нет, 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 не сухой крахмал. Его нужно обычным способом развести холодной водой. И уже разведенный крахмал выливается туда же, в сковородку, где мы готовим соус. Я сейчас еще раз все повторю. Так, ребра уже в соусе. Еще кунжут сверху. Скорость приготовления китайских блюд фантастическая. Полторы минуты и все готово. Знаете, я попробую повторить то, что я запомнила. Но если что-то не получится, не расстраивайтесь. Потому что подробный рецепт этого блюда вы найдете, как всегда, в еженедельном журнале 10 дней. Так, что же я запомнила? Как готовится соус? Это в китайской кухне самое главное. Значит, вот в эту сковородку щаобо налил немного растительного масла, быстро добавил томатную пасту, помешал, 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 да? Потом добавил что? Потом что добавил? Потом... Потом добавил вот этот вот сироп из сушеных цветов чайного дерева. Боже, как поэтично звучит. А вы можете добавить мед. Потом? Потом добавил сахар и все это на быстром, на сильном огне быстро помешивал. Так, потом? Потом это сухарь, крахмал на воду налить. Да, потом сухой крахмал развел обыкновенной холодной водой, чтобы получилась вот такая вот масса знакомая всем. И обжарил ребра, быстро добавил крахмал. Все это бегом, бегом, бегом на сильном огне жарилось. Тут вот видите, дым такой получается. Ну, советую все-таки соблюдать меры противопожарной безопасности. Да, и что? И потом... Потом, собственно говоря, посыпал семечками кунжута и все, блюдо готово. Тут в этом месте я хочу сделать еще одно лирическое отступление и сказать, как блюдо называется. Тьэн-тьэ-ми-ми. Тьэн-тьэ-ми-ми. Между прочим, китайские иероглифы имеют несколько значений. Всегда, почти всегда имеют несколько значений. Так вот, слово ми-ми обозначает что-то вроде романтических теплых отношений. И не зря, не зря, ох, не зря шеф-повар китайского ресторана «Восток» советует вам, уважаемые зрители, китайскому новогоднему столу приготовить именно это блюдо. С одной стороны, вы ублажите огненную собаку, потому что блюдо мясное, с косточкой, да еще и оранжевого цвета. А с другой стороны, порадуйте свою вторую половину, потому что в этом блюде заключен магический любовный смысл. Еще раз позвольте напомнить, что 29 января наступает Новый год по китайскому календарю, год огненной собаки. Встречать его нужно в красном, готовить то, что понравится собаке, непременно вот такие вот ребрышки с мясом и косточкой оранжевого цвета. А сам Ян Щаобо тоже будет праздновать китайский Новый год. Между прочим, это в Китае наступление весны. Правда, это праздник весны. Празднуется он две недели, поэтому за две недели можно приготовить не только ребрышки, но и еще много всего вкусного по рецептам нашего уважаемого шеф-повара ресторана «Восток». Вам к новогоднему столу подарки от наших спонсоров. Пригодятся, я думаю, торговые марки «Мерная», «Мерная» лучшее в наше время, и торговые марки «Тульчин», колбасы, сосиски, мясо – все только наивысшего качества. И еще напоминаю, что на горно-лыжном курорте «Буковель» продолжается высокий сезон. Там тоже празднуют все праздники и даже китайский Новый год. Это было блюдо от шефа. Сегодня его представлял Иян Щаобо, шеф-повар киевского ресторана «Восток». Приятного аппетита! Приятного аппетита! Программа представляет торгова марка «Мерная». «Мерная» – наикраще в наш час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова